Помните, Владимир Владимирович обмолвился, что если человек получает полтора минимальных размера оплаты труда, то он уже считается средним классом. Послушайте, какую зарплату получает реальный молодой мужчина-учитель в одной из российских школ. Многие школы действительно не были готовы, чтобы обеспечить учителям возможность проводить уроки. Соответственно, это прикладывалось на учителей, то есть они должны были дома обеспечить связь, достаточно хорошие гаджеты, чтобы были, компьютеры желательно. Например, у меня в том году была ставка одна, и я за нее получал на руки 9800, то есть ровная минималка копейка в копейку и минус 13% подоходник. В нашем поселке достаточно сложно со связью, потому что есть только Ростелеком, и, конечно, так как монополия, мы знаем в капитализме, если есть монополия, то загибают такие условия, которые, собственно, необходимы. И достаточно львиная доля выходила на связь и так далее. Но, допустим, мне повезло, да? Но есть семьи многодетные. У нас очень много в поселке многодетных семей, где, ладно, связь, допустим, обеспечили, но уроки начинаются в строгое время. То есть родители должны обеспечить не телефонами, вы понимаете, что это не то все равно, то есть нужны компьютеры. Компьютерам каждого ребенка со второго ночной класса, например, есть у меня дети, где... Мало того, что учитель на зарплату 9800 обязан провести, подключить себе обязательно 21 век себе интернет, компьютер, телефон, может быть, даже планшет еще в нагрузочку, все это должно быть. Так у других жителей того же поселка, села, деревни во всей стране примерно такие же доходы. И они тоже сейчас вот с этим всем дистантом обязаны закупить всю эту аппаратуру. Исправно оплачивать интернет наравне с другими жилищно-коммунальными платежами. Но если воду, тепло и свет не сразу отключают, то, простите, если вы интернет не оплатили, у вас тут же проблемы. В семье второй, пятый, десятый класс, например, да. И, соответственно, все они одновременно должны, собственно, учиться. Как это обеспечить? Это не представляется возможным, собственно. Дальше. Сразу, то есть первая проблема, с которой мы столкнулись, это не было какой-то единой платформы. Допустим, есть интернет, допустим, есть компьютеры, да, допустим, мы это решили проблему. Но не было, так сказать, платформы, где можно было взаимодействовать с учениками. И вот, например, я в университете еще учился, и там у нас была Microsoft Teams. Да, но я понимаю, что университет заплатил за лицензию, да, и у него была возможность, например, пользоваться этой программой. Но в школе, где, например, на зарплату хватает только на минималку, о какой там программе идет речь? Я думаю, не о какой. С собой не было никаких уроков, то есть учители единственное, что делали, это отправляли задания, то есть материал изучите, выполните какие-то задания. Но разве это дистанционное образование? Давайте говорить честно, это дистанционное самообразование. И получается, на данный момент ни ученики, ни школы, ни родители, они не готовы в нашей школьной системе образования Российской Федерации к дистанционному образованию. Сначала давайте решим проблемы с бедностью, проблемы с тем, чтобы у родителей все было, и чтобы образование было действительно на должном уровне. И тогда, может быть, мы можем, будем говорить о том, чтобы вот в такие критические моменты как-то заменять очное образование. Но сейчас об этом и в ближайшее время точно идти речи не может. Спасибо. Дмитрий Александрович, какая у вас зарплата на руки сейчас? Сейчас у меня, ну я вам могу сказать, то есть ставка осталась примерно так же, то есть 11 тысяч, но проблема в том, что у меня сейчас не 18 часов, педагогическая ставка, а 27, плюс классное руководство, плюс по вечерам я веду секции. Понятно, что сумма выходит там 25, около тысяч, но... Ну максимум 25 с двойной нагрузкой, плюс классное руководство, да? Да, где-то так. Работай на износ, получай 25 тысяч рублей, зарплата мечты. Мужики все побросали и побежали работать в село учителем в российских школах. Друзья, поддержите простых учителей лайком, репостом, длинным комментарием. Теперь позиция родителей по дистанционке. Более того, главным санитарным врачом города Москвы карантинные меры в отношении возрастной категории до 18 лет не объявлялись. Режим ЧП, ЧС или повышенной готовности в городе Москве не вводились. Частные школы, как общеобразовательные, так и школы, которые предоставляют дополнительные образовательные услуги, продолжают работать в очном формате. И тут мы видим явную сегрегацию детей по финансовому признаку. Я спрашиваю мэра города Москвы Сергея Семеновича Собянина. Сколько можно делать из наших детей людей третьего сорта? Нелогичность и сегрегационный подход в принятии карантинных мер не могут не возмущать родительскую общественность. И уж тем более не могут нас убедить в том, что эти меры имеют не политические, а медицинские мотивы. Сегодня по всей Москве родители юных спортсменов и художников собирают подписи под обращением к министру спорта и министру культуры. Движение родителей Москвы безусловно поддерживает все эти инициативы. И завтра мы несем письмо в министерство. Мы с вами понимаем, что все то, что мы видим, это лишь последствия. А причина есть в экономической составляющей. А тут все очень просто. Сегодня по факту стране не нужно слишком много хорошо обученных людей. Их попросту некуда будет трудоустроить. Кому нужны сотни тысяч математиков, конструкторов, инженеров и физиков? Куда девать высококвалифицированных инженеров, если страна не строит заводы? Когда страна развивается и экономика укрепляется, то и потребности в образованных людях есть. И наоборот. Теперь я хочу остановиться на тех последствиях, которые особенно ярко стали видны в последнее время. Главным тезисом можно назвать это то, что появилось недоверие всей системе образования. Почему это происходит? Начнем с того, что материалы, используемые в процессе обучения, с каждым годом становятся все более низкого качества. С самого первого класса мы видим, что многие задания составлены откровенно плохо, с ошибками, часто с нарушением элементарной логики. Внедряемые учебные программы сложны для понимания не только детей, но даже для их родителей. Сегодня нельзя просто так открыть учебник и сходу объяснить ребенку, как выполнить домашнее задание. Раньше родители не особо вдавались в процесс приготовления домашних заданий. А сегодня вы едва ли найдете ребенка, делающий домашнюю работу, за спиной которого не стоит мама, папа или репетитор. С самого начала учебы дети уже вынуждены заниматься дополнительно. Часто это происходит не потому, что программа сложная для понимания, а потому, что она громоздкая для освоения по причине своей манеры подачи. И вообще, должны ли родители в это вникать? Родители сегодня настолько загружены вопросом элементарного выживания, кредитами, ипотеками, что требовать от них становиться еще специалистами в области образования по меньшей мере странно. Это функция государства, которая осуществляется не на безвозмездной основе, а из бюджета государства, то есть за счет нас, за счет налогоплательщиков. Говоря о качестве материалов, как ребенок может доверять учебнику, если в нем куча ошибок? Особенно в этом смысле страдают именно материалы и задания из библиотеки МЭШ и других электронных ресурсов. Их качество просто не выдерживает совершенно никакой критики. В связи с тем, что часто в материалах содержатся ошибки, и это транслируют именно учителя, то дети не могут более доверять мнению учителей, и теряется их авторитет. Второе, что нужно отметить, это потеря доверия между учителями и родителями. Школа сегодня стала неприступной крепостью, в которую попасть можно, лишь проявив чудеса настойчивости. Охрана, рамки, пропуски и все прочее. Внедрение ювенальных процедур, например, новая функция в функционале классных руководителей, классный помощник, вообще делает из школы настоящий карательный орган, который может проехать по любой неугодной и неудобной системе семье. И мы уже неоднократно видели такие примеры. Сегодня родители попросту опасаются стать неудобными для школы, для школьных психологов, для руководства, боясь навлечь на себя месть в виде органов опеки на пороге своей квартиры. Хочу также отметить, что с ведением дистанта школа вообще исключила родителей из процесса образования, причем сделала на это в одностороннем порядке. Нас выбросили за порог школы, никто не хочет слышать наши возражения по поводу вводимых ограничений, по поводу проводимых над нашими детьми экспериментов. Никак иначе мы не можем этого назвать. Наше мнение никого совершенно не интересует. А если кто-то его высказывает, то очень рискуют быть наказанным. Школа реагирует на наши возражения отписками и ссылается на указ мэра. На департамент образования. А те, в свою очередь, перекидывают ответственность на школы. И такой получается порочный круг. И единственное, что мы хотим сделать в этот момент, как родители, это разорвать этот круг. Вводимые сегодня ограничения ничего, кроме недоумения, не вызывают. Чего только стоит то, что ученики 6-11 классов государственных школ закрыты на дистант, а в частных школах дети учатся очно. При этом тоже непонятно, почему с 1 по 5 класс дети учатся в школах. При этом они не могут заниматься в своих дополнительных школах. То есть музыкальные школы, спортивные школы, художественные школы. При том, что там в большинстве случаев занятия проводятся в индивидуальном порядке. Статистика по заболеваемости новой коронавирусной инфекции, которую нам озвучивают, также говорит лишь о том, что дистант не эпидемически обусловленная мера, а четко выверенный политический шаг по внедрению дистанта. Хорошее образование для богатых в платных школах, а для остальных вот такой дистанционный суррогат. Не могу не отметить также, что система очень сильно давит не только на учеников, но и на их родителей, и на учителей школ. Мало того, что учителей завалили непрофильной работой, их окунули дистант, так им еще и категорически запрещено высказывать свое негативное отношение к происходящему вслух. Мы сегодня очень много общаемся с учителями различных московских школ, и нам очень ясно видно, что большинство из них против дистанта. Они прекрасно понимают ущербность этого суррогата, и они элементарно не готовы к его введению. Но тем не менее, их так запугали увольнениями, что они молчат, даже понимая всю опасность происходящего, которая, кстати, также на них отразится впоследствии, им не будет места в этой системе образования. Мы наблюдаем подавленное состояние учителей, на которых сверху давит руководство, а снизу родители. Но в отличие от руководства Департамента образования и руководства школ, мы готовы прийти на помощь нашим учителям. Сегодня родители — это единственные, кто действительно может поддержать учителей. Но только не соглашательством с происходящим, не потаканием развала образования, а только деятелям объединениям учительского и родительского сообществ. Мы предлагаем объединить свои усилия по борьбе в защиту нашей традиционной очной школы. Все должны осознать, что поодиночку мы не сможем победить этого. А вместе мы можем стать единой силой. И мы горой станем за наших учителей, которые перейдут на нашу сторону. За последние годы в Москве произошли очень серьезные изменения в структуре руководства школами. Их объединили в кластеры, уволили большинство прежних директоров. И часто на место заслуженных людей поставили молодых энергичных менеджеров, заслуги которых перед образованием никому, кроме их начальников, неизвестны. Это такие солдаты от департамента образования, которые получают очень приличные зарплаты и готовы исполнить любые приказы сверху. Мы с этим в корне не согласны. Мы считаем, что должность директора должна быть, по крайней мере, заслужена многолетней предыдущей работой. И именно поэтому мы, как сообщество родителей, требуем изменения процедуры назначения директоров. Мы требуем сделать эту должность не назначаемой сверху, а вносимой на рассмотрение педагогических коллективов, упрохляющих советов родителей школ. Мы, как родители, хотим иметь возможность участвовать в этом процессе. Напрашивается очень неутешительный вывод, что нововведения в школе, которые планомерно внедрялись в последние годы, привели к ее дискредитации в разных смыслах этого слова. Сейчас московским школьникам намязан дистант и мэш с колоссальным количеством ошибок, сбоев и недочетов, в результате чего ученики не могут доверять материалам, которые даются в школе, из-за их низкого качества. Родители не доверяют администрации школы и учителям, потому что в школе и учителям навязана функция надзирателя и карателя. И текущая ситуация с дистантом, это только еще сильнее усугубляет. Наступает еще большее разобщение родителей и школы. Мы должны делать одно общее дело, воспитывая и образовывая наших детей. Но, к сожалению, на практике картина совсем иная. Директора школ не идут на реальный диалог с родителями, защищающими право своих детей на достойное образование, а лишь шлют отписки, ссылаясь постоянно на указы мэра. В заключении хочу резюмировать. Обращаясь к родителям. По нашему глубокому убеждению, единственное, что мы можем сделать, чтобы противопоставить процессу бездумно насаждаемой нам цифровизации, это деятельное объединение, привлечение к работе по улучшению системы образования как педагогов различных учебных заведений, так и представителей родительского сообщества. В рамках нашего движения «Родители Москвы» мы инициируем площадки для знакомства, объединения и слаженных действий. Мы призываем родителей создавать советы родителей при школах, которые постепенно вырастут в мощную работающую сеть, сеть советов родителей Москвы. То же самое мы призываем делать родителей по всей территории РФ. Нельзя сегодня стоять в стороне и надеяться на лучшее. Советы родителей, исходя из буквы закона, могут и должны влиять на принимаемые школой локальные нормативно-правовые акты, которые затрагивают интересы и права наших детей. Также мы хотим заявить свои прочие требования. Первое. Видя то множество откровенно антинародных и античеловеческих законопроектов, которые выносятся на рассмотрение и принимаются в кратчайшие сроки, мы требуем формирования народного контрольного органа из родительской общественности, который будет принимать участие в обсуждении и принятии решений по таким социально важным вопросам, как образование, медицина, а также сферы, связанные с защитой семьи, материнства и детства. Кроме того, к этой работе необходимо привлечь авторитетных экспертов от педагогического сообщества, экспертов в сфере медицины, науки, техники, культуры, спорта, которым мы доверяем и которые смогут убедить нас и общество в правильности и полезности их идей для развития, воспитания и образования наших детей на благо всей нашей страны. Значит, пока будет обсуждаться закон об образовании, который я всецело поддерживаю, особенно в части, касающейся необходимости возвращения компонента воспитания, у меня к вам личная просьба. Для того, чтобы успокоить родительскую общественность, давайте примем одну единственную поправку, которая запретит использование дистанционных технологий при реализации очной формы обучения детей. И это полностью снимет все вопросы. Один короткий абзац, но это решит все проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok